Экстренные новости из Покровска. Противник пытается прорвать оборону наших войск на Покровском направлении, но к утру все атаки были отбиты, заявил генерал Сырский. Успехов врага не было. Окупанты проводят сейчас сразу две тактические операции для того, чтобы захватить Покровск. Американский институт изучения войны. Посмотрим с вами сегодня все карты. За сутки ВСУ в Курской области продвинулись на 2 километра. Вглубь взяли под контроль 5 квадратных километров на некоторых участках, заявил генерал Сырский. В Курской области есть очередное большое поволнение обменного фонда. Это все произошло в последние дни. И новая информация о том, что вагнеровцев перебрасывают из Африки для обороны Курска. Об этом пишет французская Лимонт. Российские военные и частные военные компании «Медведи», которые были расположены в американской стране Буркина-Фасо, будут направлены в Курскую область, чтобы сдержать наступление ВСУ, пишет французское издание. Давайте поставим, пожалуйста, лайк. Друзья, вы просили меня сделать блог о Покровске. Ситуация сложная, мы разберем сегодня все детали. Прошу вас подписаться на мой YouTube-канал «Даш Счастливая». Поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях. Для меня это очень интересно, очень важно и очень ценное географию просмотра. Давайте начнем с самой важной топ-темы, с экстренных новостей из Покровска. На сегодняшний момент следующая информация. Итак, друзья, мы подготовили для вас карты. Армия России пытается окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой. Для этого пытался противник сохранить темпы продвижения вдоль линии Новоградовка-Градовка. Продвижение российских войск в Селидово-Украинский горняк, вероятно, имеет целью ликвидировать украинское наступление и выступление к югу от Покровска. Это важный момент. Зеленский, право заседания Ставки, СССР сообщил, что за сутки вооруженные силы Украины на определенных направлениях Курской области продвинулись на 2 километра. Давайте послушаем заявление, потом обсудим ситуацию. Шановные и пановые члены Ставки, слово для доповедей надается Главнокомандующему Бройных сил Украины Генералу Уксупскому. Прошу, пане генерале. Пане президенту Украины, руководитель Главнокомандующему Бройных сил Украины, Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных операций на основных операционных направлениях. Фактически на всей линии ПВД идут бои на разной интенсивности. Наибольшая ситуация случается на Покровском направлении. Противник пытается прорвать оборону наших войск, но станом на ранах всей атаки отбития успеха противника не мало. На Покровском направлении продолжается наступная операция. За давно наши войскы на окремных направлениях просунулись до 2 километров. Сегодня контроль 5 квадратных километров территории. А встановка на других направлениях Германии остается слабое, но и интервью. Силы обороны продолжают выполнение визначенных заданий, которые защищены. Друзья, проанализируем аналитику Американского института изучения войны. По его данным, Путин сегодня не перекидывает свою армию в Курскую область из для него приоритетного направления в Донецкой области. Кремль на сегодняшний момент не торопится объявлять новую волну мобилизации, но решение в Москве видит следующее. Мы писали, что еще до начала Курской операции Украины российские медиа начали раскручивать тему так называемых добровольческих отрядов российских. То есть на сегодняшний момент россияне, которые подписали так называемые добровольческие контракты, их сейчас вместо Украины перекидывают в Курскую область. Также на сегодняшний момент туда перекидывают наемников из частных военных компаний. Когда я в начале эфира сказал, Вагнеровцы имеются в виду ЧВК, частные военные компании. Я хотела бы, чтобы мы с вами на этом предметно остановились. Вот мы подготовили для вас материал. Вот эти данные. Частные военные компании сейчас перебрасывают из Африки для обороны Курска. Об этом пишет Лемо. Российские военные из частной военной компании «Медведи», которые были расположены в африканской стране Буркина-Фасо, будут направлены в Курскую область, чтобы сдержать наступление в ИСУ, пишет французское издание. Командиры бригады «Медведь» Виктор Ермолаев с псевдонимом «Джедай» они связались с Лемонде, друзья, и подтвердили вывод войск. Давайте поконкретнее. Бойцы бригады, которые связывают с Минобороной Российской Федерации, численностью около ста человек, прибыли в столицы страны Уаганду в мае. Они обеспечивали охрану ряда ключевой фигур, там, в том числе, вероятно, главы фунта капитана Ибрагима Траоры. Причиной отъезда стало срочное необходимость сейчас их участия в оборонительных действиях России против наступления украинской армии в Курской области. Давайте резюмируем, что на сегодняшний момент действительно донецкое направление для Путина является самым главным. Для него это будет политический удар, если он не продемонстрирует так называемых успехов. Ему совершенно плевать на Курскую область, на жителей Курской области, поэтому он туда отправляет срочников, видите, сейчас будет у нас частная военная кампания, но армия, которая сосредоточена на направлении Донбасса, на Покровском направлении, остается там. В этот момент, друзья, вооруженные силы Украины за сутки в Курской области продвинулись на 2 километра вглубь, взяли под контроль 5 километров на некоторых участках. В Курской области есть очередное пополнение обменного фонда, говорит генерал Сырский, на свидании Ставки. И местные жители, в том числе, они рыдают, я сейчас покажу вам видео, они ощущают себя брошенными, несчастными. Но перед этим мы посмотрим российскую учительницу, если я не ошибаюсь, которая просто проклинает Путина за то, что он уничтожил прежде всего даже не Украину, а ее собственную страну, она так считает, то есть Россию. Давайте посмотрим. Не прощу Путина за то, что он изуродовал мой народ. Путин идет завоевывать маленький кусочек земли, ведь у него же столько работы на своей земле, что он думает, он не культурный человек, он ограниченный, необразованный человек, он хочет большого имя для себя или для кого? А то, что гибнут те наши ребята из Сибири, которые могли бы там работать, а то, что гибнут наши украинцы, которые хотели просто хорошо жить, ведь Украина, она обеспечивала Россию хлебом. Больше ничего не могу сказать. Жду, жду, что Путин исчезнет, и что найдется какой-то человек, который поможет нам изменить снова наш народ. Лишь Украина сможет это сделать, вооруженная сила Украины, слава вооруженному силу Украины. Друзья, когда мы с вами в предыдущих блогах на моем витеб-канале даже счастливо обсуждали идею пропагандистов ковров бомбардировок, вы прекрасно это понимаете, что на сегодняшний момент для Путина совершенно не приоритетно курсское направление, ему наплевать на местных жителей. Главное для него политические успехи, вид его позиции во внешнем мире, как он смотрится, значит, сильным вождем, поэтому он никогда не может отпустить, отступить, прошу прощения, от Донецкой области, для него это важно, ну а Курская область плевать. Так вот, они что, с ума сойдут бомбить? Что они, российские военные, вообще сдуреют? У нас очень много здесь людей, очень много. Зачем бомбить? Кого бомбить? Это говорят мирные жители Курской области, брошенной самой Россией. Я предлагаю сейчас посмотреть на это все без купюр. Да, нет, опаснее было депутаты, мы будем боимся. А если вот будут сильные бомбежки кабами, да, вот этими управляемыми бомбами, которыми бомбят наши украинские города, вы будете здесь оставаться, если Россия начнет бомбить? Ну, а куда мы денемся? Будете прятаться от подвала. Он подвал не спасает. Не спасает, от кабов не спасает. Что, они вообще сдуреют людей? У нас очень много здесь людей, очень много. Куда им бомбить? Они что, с ума сойдут? Бомбить? Зачем бомбить? Кого бомбить? Город пустой, с людьми, с живыми. Не знаю. Один раз умирать. Ну, что теперь делать? Мы уже пожили, слава тебе, Господи. Детям бы пожить, а оно не дает жить. Какая философия, обратите внимание, да, у россиян? Какая философия жизни? Хотя бы они договорились, чтобы нас как-то мирно закончили. Зачем это? Зачем? Все. Землю жрать будете? Не будете. Никто, ни наши, ни ваши, ни земли. Зачем они это сделали? Сейчас сделаем небольшую паузу, посмотрим еще другой материал и вернемся. Друзья, вы в предыдущих блогах моих, на моем YouTube-канале Даша Счастливая смотрели, как, в принципе, шторшистов интересует только деньги. И сейчас, в принципе, да, частные военные компании, наемники за большие деньги будут сегодня пытаться, да, по сути, занять Курскую область вновь, россияне. И они все делают только за деньги. Знаете, как говорится, зет-патриоты начинают понемногу просыпаться, врали про то, что все хорошо, старушки собирали деньги на дроны. Зет-патриоты проснулись, но, конечно же, не до конца. Давайте посмотрим. Про то, что все хорошо, там 2 миллиона комплектов обмундирования, а по итогу, когда все началось, матери и старушки в тылу должны на фронт посылать там носки и, в общем, скидываться всемиром на беспилотники. Хотя говорили, что все нормально и так далее. Арматы нету, этого нету, того нету. И фактически по ходу боевых действий в необъявленной войне, что война не объявлена, нет даже Государственного комитета обороны. Нет, как бы, непонятен статус даже правовой многих действий. Вот здесь, вот на территории, где СВО объявлено, значит, там есть определенный статус, да, на территории областей. Президент дал приказ там действовать, помогать. А на территории Курской области только сейчас был объявлен антитеррористический, значит, этот самый режим контртеррористической операции, которую даже не армия руководит, ей руководит ФСБ, Национальный антитеррористический комитет, которому армия может подчиняться. То есть военные, на самом деле, разными устами, устами Сергея Кургиняна, устами Влада Шурыгина, ну, Влад был первый, кто об этом заговорил, устами там других, значит, Сладкова, такого храброго военкора, стали называть вещи своими именами. Расфигачим всех, говорит Кургинян, а расфигалка-то у вас есть? И дальше описывает один и тот же. Да, Сладкова мы посмотрели сегодня утром в моем утреннем блоге, друзья. Прошу вас поставить лайк этому видео, подпишитесь на мой канал «Даши счастливые», и, конечно же, напишите географию просмотров, откуда вы нас смотрите, поставьте колокольчик, чтобы первыми смотреть мои видео. Друзья, в этот момент в Российской области России полыхают две нефтебазы, одна говорит 12-й день, вторая – третий. Сейчас вам покажем эти кадры, а потом немножко информации. Друзья, это горит нефтехранилище «Атлас» на видео, в котором 28 августа навестили украинские дроны. Судя по видео, взрываются емкости из ГСМ. А так у Путина, конечно же, все по плану, друзья. И неизвестные дроны наведались инспекцией в аэропорт Калуги. Губернатор Калужской области России Шапша сообщил, что на окраине города сбиты четыре беспилотника. В сети также показали видеоработы ПВО возле аэропорта. Кроме того, ночью беспилотники совершили увлекательную экскурсию в еще два российских региона и временно оккупированный Крым. Но вы знаете, что сами россияне, особенно российские пропагандисты, очень счастливы, что их атакуют дроны. Они говорят так и побольше. Смотрим, друзья. Мне нравится Мурманска, то, что Олеся рассказала, и беспилотника. Чего-то мне это очень не нравится. Хорошая новость. Хорошая новость? Конечно. Ты про Мурманск, про беспилотник, украинский? Да. Хорошая новость? Конечно. Можно поподробнее, пожалуйста? Это говорит только о том, что мы не ждем у моря погоды, а готовы, в том числе и там, где Украина рядом не валялась. Они, по-моему, не первый раз уже пытаются аэродром оленя атаковать. Мы Ленинградскую область вспомним. То есть, каждая информация о том, что мы сбиваем, и даже на самом деле, не важно где, это хорошая новость, потому что мы ждем, мы готовимся. У нас есть для этого необходимые силы и средства. Но это хорошие новости. Хорошая новость в том, что мы ждем, и действительно, независимо от того, где находится стратегический наш аэродром, мы его охраняем. Это, конечно, фантастически удивительная новость. Я мог бы это посоветовать, если бы меня спросили, и до всего происходящего. Ну, если бы спросили. Вот. А плохая новость в том, что их беспилотники долетают каким-то образом до Мурманской области. Но в этом как раз нет ничего удивительного. Да, друзья, в этом нет ничего удивительного в том, что они долетают. Сами российские пропагандисты признаются в этом. И, конечно, давайте вспомним нашу новую ракету-дрон «Полинетти», которая долетит не только до Москвы, Санкт-Петербурга, но и других важных городов, крупных городов России, военных инфраструктурных объектов. И настолько страшно уже всем, что даже Скобеева испугалась. Президент высказался, что применяя дальних ракет, это фактически казус были и далее поехали. Но тут Украина выступила с инициативой. Значит, Зеленский сказал, у нас есть такая ракета, баллистическая, полетит на 500-700 километров. Если мы начинаем разбирать ракету, это у них был перед началом специальной военной операции проект оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Заявлялось, что он полетит на 500 километров, но не хватало комплектующих. То есть есть такая ракета, называется она «Поляница». Но «Поляница», как угодно ее называть, это «Гром-2» был проект такой, который не работали, но из-за того, что не хватало некоторых комплектующих, они его не завершили тогда. Но я думаю, сейчас немножко подработали, и теперь они проверят очередную красную линию. А если полетит не натовская ракета, а полетит украинская на такую, какая будет реакция Москвы? Да, друзья, страшно, а им поджилки у них трясутся. А все дело в том, что президент Зеленский заявил об этих двух ракетах, о ракете «Поляница» и о своей баллистической ракете, украинской баллистической ракете. Если ее запускать с Курской области, то она долетит до Москвы и Санкт-Петербурга. Давайте еще раз. Есть дрон-ракета «Поляница». Вот, и она, вот характеристики «Лена-2-24», в принципе, устрашающее видео для расистов, поэтому у Скобеева и поджилки трясутся. Давайте так, значит, новейшая ракета-дрон «Поляница». 24 августа президент Зеленский сообщил на важных мероприятиях к дню независимости. Именно сегодня произошло первое успешное боевое применение нашего нового оружия, абсолютно нового класса оружия украинской ракеты-дрона «Поляница». Это наш новый метод возмездия агрессору, сказал. По его словам, это способ действовать, пока партнеры тормозят дальнобойными решениями по типу ракет «Стормшеду» и «Атакамс» на 300 километров, на применение которых по целям в России до сих пор действует запрет. Как уточнил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, «Поляница» поразила вражеский объект на оккупированной территории и добавил, что характеристики изделия попадают под определение и дрон, и ракета. Тогда в сети появилось видео испытания активной ракеты-дрона. Конечно, журналист Сергей Услендер, не раскрывая источники, сообщил, что гибрид имеет боеголовку на 50 килограмм, скорость в 500 километров в час и дальность до 500 километров. Так что, расисты, вы, конечно же, тряситесь, потому что эта ракета, дрон, запущенная с территории Курской области, может нанести удары и по Москве, и по Санкт-Петербургу. И, конечно же, как говорится, и паника тогда, и эвакуация тогда, и все будет как в Белгородской, Брянской и Курской областях. Я бы хотела, чтобы мы с вами еще обсудили вот этот ролик, этот баннер, который впечатлился вообще многих. Ну, это Аптила Удинов, который говорит, лучший полководец, тот, кто побеждает, не сражаясь, Сумдзы. Это, конечно, все про Аптила Удинова, про кадыровцев, про ахматовцев, которые не вступают в бой с вооруженными силами Украины, и об этом все прекрасно знают, в бой с ВСУ вступают срочники, они же сдаются в плен без боя, они же не могут быть обмененными, потому что расистам вообще не нужны срочники, они же предатели Родины. Так вот, в этот момент, пока Аптила Удинов говорит о том, что, в принципе, лучший метод борьбы – это не вступать в борьбу, Рамзан Кадыров занимается своим здоровьем. На финал, друзья, Кадыров рассказал о своем здоровье. И каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода большой ремонт, при этом он считает, что со здоровьем у него все в порядке. Если я ухожу, если я хожу, значит, живой. И давайте посмотрим, как он занимается спортом. Коротко и по сути, ну а пока что посмотрим на Аптила Удинова и на его традиционные факапы. Вы знаете, друзья, на это можно смотреть вечно. И спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. Ситуация тяжелая, но она не критическая. Ситуация, так или иначе, близка к тому, чтобы стабилизироваться. Мы максимально уже контролируем ситуацию. Ситуация, она уже, в принципе, потихоньку стабилизируется. Обстановка, она, в принципе, взята под контроль. Мы завершаем уже, в принципе, можно сказать, уже завершили блокирование противника. Обстановка, она подконтрольная, рабочая. Противник, в принципе, остановлен. Мы остановили полностью продвижение противника. И сейчас уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного круга. Друзья, в завершении я бы хотела закончить двумя цитатами. Местные жители и Курской области, это будет на самый финал. Ну а сейчас это звучит как шутка, но мы защищаем российское небо лучше. Российские самолеты лучше защищены западными гарантиями, чем украинские. Габриэлис Ландсбергис. Об этом глава МИД Литвы сделал во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Передает ДПА. Пока ни одна батарея Патриот, которую обещали Украине, в Вашингтоне не была поставлена, сказал Ландсбергис. Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели этот фрагмент. Нет, вот он. Мы защищаем русские небы больше. Русские корабли лучше защищены, чем украинские. Мы должны задать себе вопрос. Не мы, мы сами, частью этого вопроса? До сих пор нет батареи Патриот, которые были предложены Украине в Вашингтоне, не были поставлены. Нет новых амминистративных пакетов не были поставлены до сентября. Да, друзья, он поднимает блестящие вопросы. Надеюсь, что его услышат на Западе и сделают соответствующие выводы. Потому что, например, в Ермании, когда имел взрыв на оборонном заводе, два работников получили ранения. Нет, оборонный завод, я так понимаю, связан в том числе с производством оружия для вооруженности Украины. И это, скорее всего, сделали, я могу предположить, русские диверсанты, российские диверсанты. Друзья, в завершении посмотрим, что говорят местные жители Курской области о том, как их все бросили и кинули. Это будет финальное видео. Друзья, я прошу вас, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. У нас должно быть минимум 300 тысяч. Сейчас практически 270, поэтому ваш лайк, ваша подписка, ваш комментарий очень ценен. Поставьте колокольчик, чтобы первыми видеть мои видео. Я работаю для вас в формате блога утром в 12 часов дня и вечером в 8 часов вечера. Присоединяйтесь к моему YouTube-каналу. Украина победит. Слава жилым селам Украины. Героям слава. Ладно, дети. Ангел охранителя всем. До свидания. До свидания. Всего доброго. Никто не оповестил. Хотя я от Горсовета не позвонил. В 22-м году? Два с половиной года назад, чего? А у нас тут было тихо. У нас как-то не трогали тут. Ну вот этих, как я их дротиков называю, допустим, там мы-то. Ну мы так думали, да поиграют, поиграют, да тройся. Вот что делали с машинами, посмотрите. Это целое кладбище машин. Это в первые дни войны. Их просто тупо расстреляли. Просто расстреляли. Это в селе авиационная бомба упала. Авиационная бомба, это видно, что это воинская часть. Это село обычное. Такое же, как и Суджа село. Или это город? Город? Хорошо. А это село, в котором военных не было. И вы знаете, сколько детей погибло от авиационных ударов? Не знаете? Больше тысячи детей. Больше трех тысяч детей остались инвалидами без рук, без ног. А как же вы теперь спрашиваете и говорите, а что же происходит? Как же это произошло? Вот так вот и происходит. Вы молчите, вы даете право своим правителям. Они вот это делают. Это не мы делаем. А что мы сделаем простой народ? Вот скажите, что... А что в Украине простой народ сделала своим президентом Януковичем? До Москвы нет. Давайте обниму вас, бабулечка. Родненький, Менгель Ильич, дай Бог тебе бабу. Спасибо. Счастья тебе. И вы. Поможи тебе, Господи. И вы будьте здоровы. Надо все это прекратить. Сесть за стол и решать вопрос. Для того, чтобы прекратить, надо тут не сидеть. Надо идти и решать вопросы там. Надо собирать народ России, идти в Москву и говорить там, чтобы все слышали. Они же поэтому вас и не слышат, что вы только здесь сидите, говорите, возмущаетесь. Спасибо.